Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, я живу в деревне. Ну вот, много раз вам рассказывала про то, что у нас в теплице надо капельный полив ставить. И вот нам minifirmary.ru прислал посылку. Там есть капельный полив. Как эта история делается? Они, значит, говорят, пришлите нам схему, сколько метров надо, откуда, куда, зачем, с каким шагом эти капельки делать, сколько винтиков. Вот мы с Вадимом нарисовали, вернее, Вадим рисовал. Вадим нарисовал им схему, что нам как надо, и вот нам прислали такую коробку. Сейчас мы будем ее открывать. Привет! А ты с той стороны подходи. Привет! Давай. Вот он, вот он, вот он, Миша. Привет! Так. Ну, давай открывать, Вадим. Что это попадется нам? Ну, что это такое? Так, ну вот, мне попалась шланг. Мишка, иди моську вымой. Так, смотрите, ой, вот это вот лента. Между прочим, вот сразу скажу то, что я вижу. Вот эта лента совсем, Вадим, пощупай ее, совсем другого качества, как наша. Она намного толще, да, чем у нас какая-то совсем прям хлипкая. Ну, знаете, я когда покупаю в магазине, я подешевле, поэкономичнее все выбираю. Вот это вот мне нравится лента. Прям классная, толстая, на много лет хватит. Так, что тут еще? Вон тут шланг. Вот смотрите, вот этот шланг унормированный. Вот у нас такая история, в общем, подходит водопроводная... Мы потом на улице все вам покажем еще раз. Водопроводная труба подходит к теплице. Но для того, чтобы обогнуть ее, потому что мы хотим с обратных сторон сделать капельный, надо гибкий шланг. Вот нам прислали этот шланг. А это что такое? А это что такое? Интересно, какие-то мешки. А для чего они? Это в подарок, что ли? Какие классные пакеты вообще! Это для овощей замораживать, да? Прелесть вообще. А это что такое? Вот это. Ну-ка, скажи-ка. Это они нам под... Вообще, мы только про капельный говорили, представляешь? Может, не нам? А это что такое, Вадим? Смотри. Это удочка. Нет! Это похоже, знаешь, что на этот? Открывать теплицу, да? Ну да. Газовый... Газовый поршень. Термо... Крутой такой. У нас тоже такие смешные, какие-то простенькие. Это какой-то... Ах, мини-фермер, термопривод. Ух ты, ничего себе! Тут это да. Две штуки. Две штуки? Три-четыре, да. Они потому что, ты знаешь же, у нас две теплицы. Мы нарисовали две теплицы, они нам ее прислали. Вообще, я не могу, и такая счастливая вообще. Ну, это ты даешь. А я-то... Они же сказали только это. Ты слышишь, Нин, прислали еще вакуумный упаковщик. Смотри, вакуумные пакеты. Овощи замораживать. Классные. И это, и термо... Два термо, которые открываются... Это... Теплицы, чтобы открывались. Классные. Какая штука красивая. Вообще, смотри. Да, Миша. А смотри, 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 на какие. Ничего себе. Мишка. Это я тостал. Будешь, Вадиму, помогать делать капельный полив в теплице? Будешь? Вот тут нет. Что это? Таймер. Это таймер. Это можно задавать время, насколько... Чтобы полив сделать, да? Угу. Мишенька, присядь, пожалуйста, чтобы тебя видно было. Присядь. Я тебя буду снимать. А вот так похочет и нет. Таня, где же еще фитра не поставили? Ага. Фитра, да, чтобы не засорялась. А вот так похочет и нет, Баб? Подходит. Все подходит. Душа, помогать возьмем. А как сокреет? Так, потом это и с сокреет. А, это нет, это надо подобрать другие составляющие. Будем искать. Это для шланга. Нет. Такие проблемы. Дай-ка мне пакеты, посмотри. Дай пакеты. А у меня папа... Мне кажется, они же многоразовые, да? Они многоразовые. Смотри, Баб. Ух ты. Да, вот это соединяет, чтобы правильно, да, да. А, вот он, фильтр. Вот фильтр. Это был фильтр. Тоненькое. А, Миш, у нас отдам. Вообще волшебники какие-то, скажи. Да, Миш? Волшебники прислали нам посылку, да же? Волшебники. Волшебники. Минифермер.ру. Волшебники. Да, Миш? Утечи. Да, 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 да. И 30 микрон. А вот это дождик черный. Нормально. Можно очищать. Так, ну ладно. Дождик закончится, пойдем устанавливать на улице. И вот это дождик. Перед тем, как Вадим будет рассказывать, как он сделал капельный полив, хочу сказать, что мы не использовали фильтры и таймер, потому что он очень торопится, он уезжает в понедельник. И поэтому мы решили доделать потом. Сейчас важно нам было сделать то, чтобы я поливала хотя бы, пока его не будет, чтобы не таскала ведра. Поэтому потом, когда он поставит их, когда приедет, мы еще раз покажем. Ну вот сегодня мы расскажем вам про систему капельного полива в теплицах. Показала вам я заранее, как мы получили посылочку. Как что было сейчас, немножко так, когда Вадим делал, я вставлю вставочки. А сейчас вот покажем, как уже сделано. Сделано он давно, он сделал очень быстро, часа за два. Сейчас, Вадим, я покажу, потому что я в этом только понимаю, а там дальше ты будешь рассказывать. Вот смотрите, это у нас летняя вода. Она у нас, правда, с конца апреля уже работает. Прям отлично. Это хорошо, потому что в теплице тоже у нас в апреле уже высажено. Хотя там поливать не надо еще, там сыра будет. Вот смотрите, тут такой быстросъем одет. Вот с двумя носиками. А здесь вот перекрыто, и здесь перекрыто. Это идет капельный полив. Можно снимать, очень быстро и легко делается. Вот это вот открывается. Смотрите, открывается кран. Я могу открыть капельный полив. Могу открыть просто, когда мне вода нужна. Вот, здесь все пока закрыто. Капельный полив. Ну, мы вообще вот это контрольное закрываем, конечно. Зачем это надо вообще просто? Ну, все, давай, показывай, Вадим. Ну, это обычная быстросъема, снимается. Ну, вот, да. Это можно снять, можно быстро. Откроем его. Тут, конечно, нужно все хитры всякие там, например, свалить. Потом эти краны там, мы их не использовали. Здесь еще должен был быть редуктор, потому что давление это, как бы, наше поселковое, да, общеводопроводное. Давление достаточно мощное, но поэтому полностью мы не будем открывать. Да, маленечко открыли, потому что очень... Тогда трубы, эти капельные ленты, они натягиваются сильно просто, давление сильное, да. Согласен. Так это не обращайте внимания, у меня тут помидоры. Потому что труба на 20, ну, не труба, как называется, шланг на 20. Армированный шланг, это они нам тоже прислали его, шланг. Потому что у нас, видите, все гибко, у нас не получается ПНД трубы. У нас... Вадим, ты покажи, как он, куда ты его дел? Я его не вижу. Куда он пошел? Вот подключили, и что дальше? Я пошел сюда-сюда. Ты его закопал, что ли? А, подкопал он, маленько. Это что, заходит в теплицу. Теплицу зашел. Нам нужен был гибкий, иначе бы мы углов не напаслись, потому что у нас уклон. Так, зашло. Уже капает, смотрите, капает. Я могу показать. Видите? Подожди, маленько, а. Я нажала? Да, здесь стоят пи-образные эти отводы. Здесь сначала сделали без креплений, потом начал нас срывать. Без хомутов? Без хомутов, да. Мы прикрутили их в хомуты, где сколько нас было, сколько было, проволоку замотали. Но они держатся. Вообще, если не на шланг надевать, а на ПНД трубу 16, то они очень идеально, походу руками оставляются, их не надо никак крепить. И не срывает тогда, да? Держатся там несколько лет. Ну, так как у нас шланг, то мы их закрепили проволокой и хомутами. Все, дальше пошла вода. Она идет помаленьку. Так, даже в конце идет, в конце ленты идет заглушка. Такая же накручивается заглушка на ленту. И там тоже, да? Здесь хомуты не надо, да? Здесь хомуты не надо. Здесь держатся. Здесь мы еще не мульчировали, просто земля, поэтому вот мульчировать будем, наверное, сверху получать ленты. Это можно мульчировать сверху? Можно, конечно. Дальше. А, подожди. Вот здесь вот получается на две, на два ряда, потом дальше еще на два ряда, да? Также это одна и та же шланга. Да, потом. Дальше. Здесь у нас идет на 90 градусов. Мы поставим этот уголок. Здесь есть такие же пластмассовые уголки, как дальше, видите, пеобразные. И дальше можно закручивать. Она пошла в другую теплицу. Да, у нас две теплицы. Пошла в другую теплицу. Вот. Заходим туда. Угу. Туда. Вот смотрите, как заходит в теплицу. Здесь у нас узкие грядки, поэтому один ряд. Здесь дальше пошло-пошло. Так же, как там система. Эта пошла на среднюю. Немножко подкопана, закопана. А можно наступать? Ничего не будет? Точно? Да. Не сможет. Наговить надо шланг. Ну ладно, хорошо. Это я сейчас мы опилочками присыпем. И вот последняя. Пошла труба туда. Три глянки. А здесь тоже стоит Т-образный этот отвод. И в нем кусок трубы. И здесь такая же заглушка. Ой, не тебе голову снимала. Хе-хе. Так, вот он из-за образа. Сейчас напоминаем, здесь сейчас включено, все бежит. Здесь свяжутели для для шлангов и для азик. Польюро. Вот здесь использую шланг такой тонкий. Вот для него такой вот свинитель. Здесь применим вот в этом месте. Да это уже не важно. Тонкий, толстый, это уже не важно. Вот эти уголки. Так, и двери по-обратим. Вот эти все запчасти, которые я их рассказывал. Вот эта вот сама лента. Лента очень хорошая. Она прочная, крепкая. Она толще, чем та, которая у нас есть. Которая у нас есть. Которая у нас раньше была. Где была? На улице? На улице. То есть та порвется, а эта нет или что? Ну, посмотрим. Наверное, да. Это попростнее. Сходил, короче, он пощупал ту ленту. И что? Ну, действительно, это, да, это крепче. Намного крепче. И, наверное, на несколько лет ее хватит. Так уже, на один год ее хватило, зимой она уже все начала ломаться. А зимой мы что, не убирали, что ли? Убирали, она дома хранилась, но все равно. А, в смысле, на следующий год уже ломается вся, да? Да. Да, да. У нас, кстати говоря, мы там две полос, две ленты убрали совсем, потому что они были дырявые. И у нас две грядки там не поливаются на улице. Так это же вот осталось. Ну, тогда надо сделать эти и все, да? Добавить и все. Добавим? Добавим. Ну, и что? Вообще, скажи, как ты боялся делать и получилось очень легко. Правда же? Ну, это проще, да. Не надо сверлить эти трубы по-н-д-м. Тут можно просто вставить их, да. Собирается легче, конечно. Да он тут за два часа две теплицы сделал, представляете? Очень быстро. Ну, мы очень довольны. Ну, и я добавлю, знаете что? Тут самое главное, знаете что? Вот он показывает вот эти запчасти, всякие, говорю, вот я в этом вообще не разбиралась. Ну, это, конечно, кто собирает, наверное, надо разбираться. Но на самом деле, они, вот, ребята, вот на minifermir.ru, они просто просят схему. Нарисуйте грядки, как надо. Где вам надо прокладывать эту ленту, да, Вадим? Да, да, и они все собрали, посчитали, и нам даже считать не надо. Вадим как раз был в командировке, и он рисовал оттуда. Он прислал мне эту картинку, а я уже пересылала им. И вот они все собрали, прислали нам посылку. Вот так. Ну, конечно, это все очень оперативно, быстро, и, представляете, ничего вам не надо. Вот, представляете, вы придете в магазин, и будете рассказывать, какие у вас грядки. Вам никто, ни в одном леруа, ни в каком, ни к чему, нему вам никто не будет считать, правильно? Как я в колорлоне им попросила какую-то соединительную штучку, они мне вот восемь раз послали, просто все сказали, мы не знаем, ну вот смотрите, ну вот все на витрине, ну вот все. На самом деле, она просто не продается, полагония нету, доминга нету, но у леруа есть там, но... У них есть, знаете, что, наборы просто, да? Да, наборы, а отдельных записательных нету. Ну да, у них набор, а представьте, вы купите набор, и что? Вам он подойдет, или не подойдет? Тоже еще вопрос. Вот так вот. Ну и все. Вот я очень довольна. Тот... Сколько ты тот капельный полив я тебя просила делать? Три года. А этот я попросила час. Два часа он делал, вообще супер, мне понравилось. Ну и все. А кому тоже... Сейчас мы опилками засыпем вот эту вот часть, ну, чтобы покрасивее было, да, Вадим? Просто присыпать, да и все, мне кажется, и все, и красота. Хотя, ну пусть закрыто будет, правда, порядка лучше будет, хотя я тут не очень наводила порядок. Ну и все. Мы очень довольны капельным поливом. Ссылочку я, конечно, вам размещу под видео, где заказать. Цены там тоже посмотрите, зайдете на сайт, потому что цена у всех будет разная, в зависимости от того, какое количество вам нужно шланга, ПНД вам, или гибкий шланг вам нужен, или, ну, сколько вам нужны метров ленты. Вы все сами узнаете, с ребятами там спишитесь, и все. Ну, а кому понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите добрые комментарии, заказывайте капельный полив, потому что это очень облегчает работу. Вадим в понедельник уезжает, представляете, я бы с этими лейками ходила бы, потому что у нас в теплице не было, там на улице еще дождик польет, а здесь как я должна таскать-то все. Так что я очень довольна, очень-очень-очень-очень довольна. Вот, ставьте лайки, и все, пока-пока. Вот примерно такую схему мы отправили им. Единственное, что мы хотели, что-то я заморочилась, думала, что вот это вот вокруг пойдет, вот с этой стороны будет, потом сюда пойдет, и вот с этой стороны будет. И мы хотели вход сделать, ну, с торцов, а потом думаю, ну, что, думала, чтобы не наступать здесь, не мешаться ничему, но оказалось, здесь так намного проще, потому что Вадим здесь закопал, там закопал, и все. У нас не получилось бы ПНД труба, все-таки гибкий шланг для нас лучше, потому что это намного выше теплица, а это намного ниже. И поэтому у нас получилось вот гибким шлангом очень удобно. Ну, это, на самом деле, вот сейчас смотрю на схему, действительно, это очень просто. Может быть, я даже сама бы получилась у меня. Смотрите, раз, и сюда пошло. Здесь подкопать, подкопать, завести, сюда, и сюда пошло ленты. Прямо отлично. Вот примерно такую схему, если вы нарисуете, напишите, сколько метров, здесь сколько метров, здесь сколько метров, здесь сколько метров, и вам все посчитают, все соединители, все шланги, все капельные ленты, и вот так вот, такую схему, где-то примерно надо будет отправить. сразу заставки. Прямо отлично.